8 ноября в США запланированы выборы в Палату представителей. Они состоятся в середине срока полномочий президента Джо Байдена и будут включать в себя выборы представителей от всех 435 округов Конгресса в каждом из 50 штатов. Республиканцы готовятся победить на этих выборах. После них могут взять под контроль Палату общин, а, возможно, и Сенат, сообщает «Голос Америки». «Вы, наверное, помните, что президент подал запрос на около 45 миллиардов долларов, в качестве дополнительного финансирования? Сейчас мы договорились о снижении суммы примерно до 17. На мой взгляд, деньги для Украины критически важны. Потом же у нас будет чем заняться в течение следующих шести недель. Я думаю, что главным для нас будет донести до американского народа следующие вещи. Инфляция вопиющая, граница открыта, а преступность свирепствует. Я думаю, что это будет в большинстве наших компаний. Главным посланием будет донести это до американского народа в ноябре этого года». И если республиканцы в принципе согласны с демократами в вопросе поддержки Украины, в парламент могут пройти и те из них, которые следуют лозунгу «Америка прежде всего». Так, например, представитель республиканской партии трампист Мэтт Геттс, чей родной штат Флорида пострадал от урагана, написал 2 октября в Твиттер, что помощь Украине отвлекает помощь от его избирателей. «Уважаемый Конгресс! От имени жителей Флориды, которые крайне нуждаются в помощи, просто пришлите нам примерно половину того, что вы послали Украине. Подпись «Ваши соотечественники-американцы»» Мэтт Геттс, представитель республиканской партии США в Твиттер. «Американцы поддерживают помощь Украине. Многие из них хотят, чтобы правительство сделало еще больше. Опросы ЮГО, проведенные летом, свидетельствуют, что 39% респондентов хотят, чтобы политика администрации Байдена была жестче. Более половины хотят увеличения помощи в разных формах». Сенатор-демократ Чак Шумер на пресс-конференции в Вашингтоне 28 сентября заявил, что Сенат США большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря, который включает 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Инициативу поддержали более 60 законодателей. «12 миллиардов долларов в виде чрезвычайной помощи для народа Украины, ведущего героическую борьбу против злобного, злобного диктатора Путина и российской армии, и вклад Америки в помощь народу Украины имеет огромное значение для того, чтобы помочь Украине защитить себя. Джо Байден проделал огромную работу и заслуживает всяческих похвал. Война в Украине ещё далека от завершения, и Америка должна продолжать делать всё возможное, чтобы помочь украинскому народу победить жестокого, мерзкого, порочного Путина». Также 28 сентября стало известно, что Пентагон объявил о дополнительной помощи в размере более 1 миллиарда долларов, в том числе 18 хаймарс, в рамках инициативы содействия безопасности Украины. В общей сложности с января 2021 года Соединённые Штаты выделили Украине почти 17 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.